нажмите на кнопку чтобы начать погоди-ка всем привет дорогие друзья я лол ложка и добро пожаловать в прохождение майнкрафта но погоди-ка стоп это вообще майнкрафт и прохождение ли это заранее отвечу на эти вопросы да это полноценное прохождение но это не стандартное прохождение которое вы могли видеть на любом канале у любого ютубера дело в том то что сегодня наша цель не убить дракона а построить полноценный аэропорт и стать его директором но в принципе я получается уже директор аэропорт где будут работать люди где будут летать люди и где будут самолеты и в данный момент самолетов то у нас в принципе нет сразу предупрежу мы сможем на них полетать это то чего я добиваюсь и на самом деле чем лучше аэропорт тем больше тут наверное будет всяких бандитов и нам понадобится охрана Правда, давайте представим, что самое первое делают, когда приходят в аэропорт. Допустим, я клиент, у меня тут сумки, господи, что же делать? А, ну да, мне надо пойти на стойку регистрации и взять свой билет. Нажимаем и сдаём багаж. Да, мы сдаём свой багаж. В данном случае, это что же получается? Я плачу сам себе. Ну да, я инвестирую в собственный проект, почему бы и нет? И теперь, когда наша сумка, видимо, с деньгами укатилась туда, мы можем нажать на зелёную кнопку и заработать свои первые деньги. Сто коинов. Отлично. Нажимаем ещё на кнопку и багаж с деньгами пошёл. В будущем, как вы понимаете, мы можем за 1400 коинов купить ещё одну такую стойку регистрации и зарабатывать в два раза больше денег. Хотя, погоди, мы можем эту прокачать в два раза дешевле всего за 600. И она, наверное, будет работать автоматически. Ну-ка, давай-давай, деньги-деньги. А, я заметил то, что на кнопку можно нажать, когда здесь горит зелёным. А зелёным начинает гореть, когда проходит через пункт, наверное, регистрации багажа. Иначе я не знаю, что это такое. Может быть, осмотр багажа? Знаете, такая рентгеновская штука, которая осматривает весь багаж изнутри. А, забираем денежки. И у меня ровно 600 коинов. Ну что, улучшение, поехало. Вау! И, погоди, кнопка пропала. А, ну да. Оно теперь реально работает автоматически. Хорошо, там теперь хотя бы стоять не надо. И давайте посмотрим, что мы можем открыть здесь ещё. Помимо того, что в будущем мы выберемся на улицу, и у нас тут будут стоять полноценные самолёты. Здесь у нас есть магазины, какие-то продуктовые. О, ё-моё, какая цена. 75 тысяч? Что? Ага, слушайте, большие деньги. Лучше продуктовые открыть, 25 тысяч будет стоить. И тут у нас пункт осмотра. Паспортный контроль, стоить 14 тысяч. Эх, чёрт. Вот бы я туда прошёл. Ииии, 1400. Да, новая стойка регистрации. Покупаем. И она сразу автоматическая. Вау! Её даже не придётся прокачивать и тратить деньги. Вот это я понимаю, бизнес мутится. А деньги чё-то не мутятся. Точнее, слишком долго. Ох, у меня 800. Хотя нет, подождите. Ещё чуть-чуть, и я куплю уже третью стойку регистрации. А потом дело попрёт. Знаете, я так подумал, не буду здесь тратить 1400. Я лучше накоплю 3800 и прокачаю первую стойку регистрации. Потому что она самая-самая деньгоприносящая. Ну-ка, прокачивай. Здрасте. Привет. Ха-ха, привет. Да, это же чувак, который стоит и нажимает на кнопку. Вау. Вот именно за это я тебе и плачу, да? Именно за это я и потратил 3800. Ну ладно, допустим, ты торгуешь на бирже под прикрытием. Нажимаешь на кнопку продать акции, купить акции. Вот сейчас, вот сейчас снова продать. Да, да, молодец. Но сколько денег ты приносишь? Ооо, чтоо? 1900? А не многовато ли? Погоди. А, да, да, допустим, вот я сейчас беру. Далее идёт его сумка, и она даёт 100. Нет, погоди, это точно бред. Ах, в итоге я не узнаю, сколько именно его сумка даёт. И я только сейчас понял, дальше прокачать нельзя. Всё, мне надо идти в тот зал. Но перед этим последняя стойка. И третьего блондинчика. Теперь деньги текут рекой. 7300. И поздравляю, все пункты регистрации прокачаны. Нового ничего не появилось? Никаких кнопок, обязательно проверь. Мало ли я что-то пропустил? Теперь в нашей сфере услуг трудится 5 блондинчиков. Хе-хе-хе. Ну что ж, неплохо. 75 тысяч коинов здесь, 25 тысяч здесь. И 14 тысяч на паспортном контроле. Слушайте, я очень хочу себе вот это, снэки. Ну как без еды? Да пусть они не летают, господи. Главное, кушайте. Надеюсь, все готовы. Потому что сейчас по-любому будет 25 тысяч и 26 400. Что ж, привет, снэки, привет, закусочная. Надеюсь, то, что я не разочаруюсь. Покупаем. А где продавец? Кто-нибудь вообще будет стоять за кассой? Я должен стоять за кассой? Нееет, я не хочу стоять за кассой. Но я могу поесть. Ой, а что теперь продавать? А, смотри, здесь кладовка, арбузы, тыква. Ну ладно, продавать что-то все-таки можно. Но можно ли улучшить? Вопрос. Так, не вижу никакого улучшения. Я сейчас встану сюда. Сколько? Подожди, чего? Откуда такие большие деньги? Я же ничего не сделал. Стоп, еще раз. 450 за один раз. Это реально крутая закусочная. Недаром ее открыл. Но теперь нужен паспортный контроль. Потому что рано или поздно выбраться на улицу все равно придется. Нужны самолеты, иначе кто летать-то будет? Как летать? Да, самый главный вопрос, это чей багаж и куда он попадает? Кстати, догадки в комментариях. Самые крутые догадки лайкну. Ура, поздравляю, у меня 15 тысяч! Уже 18 тысяч! И мы открываем свой первый паспортный контроль. Вау. Так, пустите меня. Э, стоп. Как? Эээ... А, спасибо. А, погоди, что? Я, как обычный клиент, постоянно должен паспорт показывать? Ничего себе! Хорошо, все, я зашел. Теперь выйти не могу. И, допустим, я пытаюсь забрать деньги. 800! Большие деньги! И это только один паспортный контроль! Дайте выйти! О, успел! То есть, забрать деньги можно только с той стороны. Офигеть! А ведь там еще есть сисурити, пост охраны. То есть, надо будет пройти еще раз. Ну что, пост охраны, на что ты способен? А, его можно улучшить! Это металлоискатель! О, ё-моё, самолеты! Мы можем выйти на улицу! Нам доступны самолеты! И самый дешевый 25 тысяч? Стоп, как продуктовый магазин? Это же реально копейки, сущие копейки! Потом идет 150 тысяч и 500 тысяч. Ух, какой истребитель! Хорошо, я хочу выйти на улицу, но перед этим надо не забыть о деньгах. Надо купить что-то еще, чтобы постоянно добывались больше и больше денег. Две тысячи пятьсот, четырнадцать тысяч четыреста, новый паспортный контроль, деньги с продуктов, деньги с блондинчиков. Ну-ка, сколько здесь? Шестнадцать тысяч восемьсот! Вот это я подождал! И я могу прокачать! Все, пост охраны появляется. А, багаж! Ха! Так вот, куда он уходит, понимаете? Все это время багаж просто ждал. Сотни людей, которые сдали свои багажи, только сейчас дождались, чтобы их проверили. Теперь остается дождаться, пока появится самолет. Пропростите меня, пожалуйста, пассажиры! Я просто слишком плохой бизнесмен. Но главное, что деньги идут. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так, сколько у меня тут с продуктов? Наверное много. Шесть тысяч семьсот. А с наших акционеров? Сколько? Семь тысяч пятьсот! Даже больше! Теперь у меня вопрос. Либо купить магазин, либо самый первый самолет. Хм. Я выберу самый первый самолет. Да, потому что мне хватает, потому что я хочу, потому что я не могу ждать. Эй, привет! Боже, ты слеплен из каких-то железных пластин. Ты точно выдержишь меня? Хорошо. Берем, покупаем. Ваш самолет находится около аэропорта. А, вот он, вау, какой красивый, это очень крутая моделька, даже не верится то, что это Майнкрафт, пропеллер, колеса круглые, так, а я же могу в него сесть, да, оу, я лечу, а, смотри, смотри, как я лечу, то есть я смотрю в какую-то сторону, и именно туда направляется самолет, ого, вот он мой аэропорт, прямо у воды, ой, я, кстати, реально лечу, но он такой медленный, знаете, такой себе самолет, я еще и падаю, видимо, топливо кончилось. Что ж, сколько денег собрал мой пост охраны, всего лишь одна штука, и это 21 тысяча, офигеть, стоп, его можно еще улучшить, какого, а что здесь появится, или может быть кто, охранник, кстати, реально, итого у меня 87 тысяч, приобретаем, магазин за 75 тысяч покупать я пока что не буду, мне хочется проверить пост охраны за 160 тысяч, что в нем такого, я ведь реально накоплю, я буду терпеть, а вы что думали, я обманывать буду? У меня уже 152 тысячи, я реально терплю, сижу, вот уже 154 тысячи, совсем немного, давай, две тысячи, 1600 даже, пожалуйста, пожалуйста, может быть здесь? Ес, все, прокачиваем. И это последний уровень, в итоге здесь появляется... Здравствуйте, молодой человек, я директор этого заведения, пожалуйста, не нужно со мной разговаривать таким тоном, не разговаривай со мной таким тоном. Понял. Мммм, а сколько денег ты приносишь, интересно? 12 тысяч за пару секунд? Погоди, стоп, еще раз. 16 тысяч? Нет, это невозможно, это реально очень быстро. Так, погоди, о, 4 тысячи. И это был только один пост охраны. Короче, если у вас есть какая-то бомба, которая не пилинькает на металлоискателе, вы можете пройти слева. Если нет бомбы, то в принципе можете и тут пройти, вас осмотрят, хорошенько пощупают. И пора, мне кажется, копить 75 тысяч, чтобы наконец-то купить магазин. Надеюсь, его возможно будет прокачать. Так, быстро забираем. Успели, успели, успели. Бегу покупать! Наконец-то у меня появляется магазин! Уху! Так, и что здесь? Зачаровательный стол. Блин, вот бы, конечно, зачаровать что-то, у меня ничего нет. А, и смотри, я могу вот здесь деньги забирать. Тысяча. Эндерс сундук, верстак, даже обычный сундук, в котором ничего нет. Кстати, а сколько стоит второй самолет? Вот 150 тысяч, вот это я понимаю, он еще и красивый такой. Но этот, конечно, пушка, это прям реально на истребитель похоже. Но он стоит 500 тысяч! Хорошо, я сейчас накоплю, я хочу это сделать. Благо теперь магазин у меня тоже приносит большие деньги. 23 тысячи за несколько минут. Вот теперь я точно могу сказать то, что со взрывчаткой никто не пройдет. Ты хорошо щупаешь людей? Эхэм, так, ладно. Фух, ладно, это было мое самое длительное ожидание. И я накопил 470 тысяч. Остается 22 тысячи, и я куплю самый лучший самолет. Этот я решил даже не трогать. Да зачем он нужен? Тьфу. Мы берем от жизни только самое лучшее. И в итоге 501 тысяча! У-ху! Супер дорогая покупка! Е-е-е! Обалдеть! А начиналось с того, что я просто кликал по кнопке и выдавал багаж с деньгами. А в итоге у меня такая махина. Ах, здорово! Что ты можешь? Ага, да-да-да, я могу сюда... Ничего! А ведь он реально летает быстрее. Я думал, что у них только моделька разная, а так они все одинаковые. Но нет! Он реально летит быстрее, это прям заметно. Так, так, вниз не смотрим. Давай сюда улетим. И что здесь за аэропортом? А тут у нас, походу, парковка. Да, это парковка. Ездит самолет куда быстрее, чем летает, кстати. Ха-ха! Прикольно! Стоп, чё, это шерсть? Это очень странно. Тут вообще доски. Ну и, наверное, такой маленький кусочек пляжа намекает мне о том, что пора отдохнуть от такой тяжелой работы директором аэропорта. Всё, хватит! Я заработал на всю оставшуюся жизнь. Надеюсь, что вам понравился этот ролик. Мы реально прошли Майнкрафт по-своему. И в такую летную погоду я бы хотел вам сказать. Ребята, если вы хотите больше таких роликов, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Я буду вам очень благодарен. Нет, правда, если вы сейчас собираетесь уже уйти, то не забудьте нажать на подписку. Ну, потому что почему бы и да. В будущем, как минимум, не пропустите что-то крутое. И если вы здесь впервые, то можете ещё и позвать друзей. А с вами были Лололошка и Аэропорт где-то там. Всем удачи, всем пока! Пока-пока-пока-пока! ПО-КА!